Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это новый выпуск мобильных новостей. Теперь, после того, как сбежавший из лаборатории клон, что кошмарил в прошлом выпуске, был пойман и засунут назад в пробирку, ваш покорный слуга готов рассказать вам все последние новости с чувством, с толком, с расстановкой. Что ж, приступим. Немножечко. Детище китайской компании Михуио с няшными девочками в открытом мире покорило сердца игроков по всему свету. XCOM 2 на мобилках. Корпорация Чума предлагает побороться с коронавирусом. Новые айфончики. И киберпанк, и OnePlus. Что их объединяет? Это и многое другое уже сейчас. Я хочу вас спросить, вы любите стратегии в реальном времени? А мобильные игры? Если да, то позвольте представить вам Clash of Legions. Игра сочетает в себе геймплей старых добрых РТС типа StarCraft и элементы мобильного гейминга. Постройте свою базу, добывайте ресурсы и собирайте армию. Каждый матч наполнен динамикой и скоростью старых добрых стратегий, но при этом не занимает много времени. Победы дадут вам возможность прокачивать свой аккаунт и получать ценные призы. Такие как карточки уникальных заклинаний, новые легендарные карты или мощных героев. Соберите свою коллекцию и покорите ранговую систему. Но не забывайте, что многое зависит от вашей сноровки и умения выбирать верную стратегию. Качайте Clash of Legions по ссылке в описании и начинайте нагибать по страшному. Также не забудьте использовать промокод Flickr, который даст вам не кислый стартовый презент в виде сундука с золотом. Для владельцев андроидов прямо в самой игре, а для мажоров с айфонами есть отдельный квест. Нужно постучать в официальную группу игры ВК, ссылочку найдете в описании и сказать ваш игровой айди. И от кого вы пришли. Genshin Impact словила любовь игроков по всему свету. Free-to-play Gachi MMO Action RPG Game в анимешном стиле от компании Михуэ стала самым скачиваемым тайтлом из Азии. 23 ляма за первую неделю после запуска. Она обогнала очень популярный в свое время Pokemon Go и недавно вышедшего Candy Crush Saga. Поначалу игру сравнивали с Legends of Zelda Breath of the Wild от компании Nintendo. Но похоже, что Genshin Impact показала собственную уникальность. Несмотря на все признаки типичной донатной помойки с кавайными девочками, игра оказалась донатной помойкой с кавайными девочками, но здорового человека. Genshin Impact, как и любая free-to-play игра, имеет в себе донат и систему «собери их всех», но не заставляет игроков яростно спускать бабло на шмотки и девочек. Вместо этого игра предлагает неплохой сюжет, открытый и проработанный мир с кучей активностей и тонами гринда, замечательный саундтрек, который отдельно лежит на цифровых площадках, а также неплохую боевую систему, выгодно отличающуюся от тупого затыкивания мобов. Зная все это, неудивительно, что игра была щедро обласкана игроками. Можно сказать, что Genshin Impact показала всяким рейдам в Shade of Legends, что такое хорошая free-to-play игра. А уже 11 ноября выйдет обновление 1.1, где добавят новых персонажей, конечно же, боевой пропуск завезут и продолжение истории. Мобильная версия знаменитой стратегической стрелялки XCOM 2 Collection станет доступна 5 ноября сего года для всех пользователей iOS-устройств. Насчет андроидов ничего не известно, а известно, что в состав XCOM 2 Collection войдут. Сама игра XCOM 2 с дополнением War of the Chosen и 4 набора загружаемых материалов – Боец Сопротивления, Дети Анархии, Охотники за Пришельцами и Последний Подарок Шень. Игра обойдется вам в каких-то 25 американских рублей. Heroes War Counter-Attack. Пошаговая RPG забросит вас в мир населенной зомби. Наемники, назвавшие себя Союз Выживших, остро конфликтуют с мутировавшими суперлюдьми из Альянса Гарца. История обещает взгляд на обе стороны конфликта и раскрытие каждого из героев, коих мы имеем по 10 штук на фракцию. Геймплей будет построен вокруг собирательства и развития персонажей, формирования отряда и грамотного подбора навыков для создания уникального стиля игры. И вроде бы все звучит неплохо, только пошаговые бои, коллекционирование героев, фри-то-плей с внутриигровыми транзакциями... В общем, игра доступна для предварительной регистрации на Android и iOS. Чумовая игрушка Plug-Ink скоро обзаведется глобальным дополнением под названием The Cure. Как вы можете понять из названия, это дополнение ставит геймплей игры с ног на голову. Теперь вам предстоит взять роль не коронавируса, а того, кто будет с ним бороться. Вводите масочный режим, закрывайте клубы с ресторанами и следите за социальной дистанцией, так, чтобы не допустить распространения заразы. Ну и чтобы вас не закидали тапками разъяренные горожане. Tencent Games решила перенести на мобилки одну из своих старых игр. Moonlight Blade была выпущена на ПК аж в далеком 2015 году. По геймплею это MMORPG в открытом мире. Где ты создаешь свою вайфу и та, сверкая бронелифчиком, идет спасать миры. И вот спустя 4 года разработки запустилась и мобильная версия Moonlight Blade. Создатели говорят, что улучшили кастомизацию персонажей, а также сделали бои более динамичными. В российском App Store и Google Play игра недоступна, но вы можете скачать ее с помощью сервиса TapTap. Но только на Android. Производители смартфонов OnePlus очень хотят денег. И хотя не это настолько велико, что OnePlus сколлаборировали с Cyberpunk 2077. И нет, они не собираются интегрировать всеми ожидаемую игру от поляков в свои смартфоны. Или собираются. Просто чисто технически это все равно интеграция, но не та, что могут подумать. Короче, OnePlus выпустит ограниченную серию смартфонов со стильным и неповторимым дизайном под Cyberpunk 2077. Дизайн уже известен, вы можете его наблюдать как раз на своих экранах. Источник Маркус Браунли. Apple презентовала народу свои новые смартфоны 12-го поколения. Всего показали 4 версии яблокофонов. Обычный iPhone 12 для нищебродов, мелкий iPhone mini и две прошки с диагоналями 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. Для настоящих пацанов. Естественно, в новых гаджетах стоят самые жирные процессоры и железо, которые, судя по презентации, потянут даже League of Legends Wild Drift. Камеры, которым позавидует сам Тарантино и возможность зарядки без провода. Кстати, о зарядке. Компании Apple было принято инновационное решение. Теперь все смартфоны 12-го поколения поставляются без зарядки и наушников. Отвечая на вопрос... А какого хрена? Компания считает, что после использования старых iPhone'ов всей этой билиберды у вас и так много. А тем, у кого нет, несложно будет купить за отдельную плату. Дизайн слегка поменялся. Челочка осталась, грани теперь не закругленные, а прямые. Выглядит неплохо, но на мой скромный взгляд не так, чтобы вау. В общем, поживем-увидим. Мой выбор пал на простой iPhone 12 в черном цвете на 128 гигабайт. Но на первых парах я не собираюсь его убрать, так как демократичность цены не оставит денег даже на доширак. Ну а теперь наша постоянная рубрика эпичные яблочные суды. Пока пользователи iOS устройств плачут над удаленным Фортнайтом, эпики пытаются придумать очередную эпичную отмазку. После того, как они назвали Эпплов монополистами, судья справедливо заметил, что не только Эппл имеет свои платформы, но и Нинтендо, Сони, Майкрософт. Эпики ответили на это так. ПК и приставки втыкаются в розетку и нуждаются в отдельном мониторе, так что это не мобильное устройство. Про ноутбуки и Нинтендо Свитч они походу забыли. В итоге пока что вся продукция Эппи Геймс, кроме игр от сторонних разработчиков на Unreal Engine, все еще в перманентном бане. Простите, а где проходят нелегальные гонки? Каждый раз, когда я отправляюсь на поиски новостей, мне хочется встретить хоть одну новостюшечку о каких-нибудь гонках. Не вот этих вот. А вот этих. И тут Эврика. Слайки Мэтт Студио, с та, что выпустила в свет Project Cars, совместно с мобильным разработчиком из GameEvil, запустили в октябре закрытый ПТТ с Project Cars Go. Мобильную версию своего тайтла. И вот что я вам хочу сказать. Зачем вы лишили меня возможности управлять машиной? Я, конечно, понимаю, гонщик, я фиговый, но за что? Так о чем я? Разработчики решили минимизировать элементы управления до одного нажатия. Что-то это мне напоминает. И я уверен, все их мозговые ресурсы были направлены на то, чтобы вытащить из ваших карманов бабосики на лутбоксы и боевые пропуски. Жду это творение с нетерпением, дабы утопить в толчки. А это я, ваш любимый, противный, мерзкий, тупой и чарующий сокоголос. И я вернулся из жутких фликерских подземелий, дабы зачитать парочку ваших комментов под прошлым выпуском. А также догрузить еще самосвал мемасиков. Так что доставайте ваши беруши и мы погнали. Пользователь под ником Айзек пишет. Хватит курить, когда пишешь сценарий. Почему все думают, что я курю? Это вредная привычка. Гораздо лучше ломать стены при помощи головы с разбегом. Этот процесс тонизирует, приободряет, дарит легкость в теле, приводит мысль в порядок и дает, скорее всего, силу земли. Ярослав Бесфалин заделал такой вот коммент. Лол, фликер оказывается миллионер. Купил себе прикольного диктора. Лучше бы новый айфон купил бы. А он и купил айфон у какого-то чьего, что бегал по улице и перед всеми распакивал свой пиджак. Правда, вместе с яблокофоном шел надоедливый голосовой помощник. Еще, 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 еще. Фликер, не будь дураком, быстро вытащил интеллект помощника и запекнул его в одного из своих клонов. Так появился я. Айфон, правда, после таких процедур взорвался. Да-да, все это очень печально. Роман с Греймс спрашивает. Фликер, если этот странный голос держит тебя в заложниках и не дает вести новости, скажи, собака, мы все поймем. Я никого не держу в заложниках. Это низко. Скорее, я просто время от времени прихожу и творю всякую дичь на потеху толпе, а также, чтобы подпалить несколько нежных задниц у всех ценителей прекрасного. Херня. Херня. Вторичность. Лау Калалиссима написал. О, крутотенечка вернулась. А-а-а, мать моя пробирка, нас раскрыли. Хотя не совсем. Дяденька, это мой идейный вдохновитель, а я всего лишь жалкая китайская подделка, что была интегрирована на мобильные платформы. Ну вот и все, дорогие мои. Вытираем кровь с ушей и продолжаем наш прекрасный выпуск. Кто это там? Босс? Нет, босс, босс, нет, не надо, все нормально, все пучком, нет, только не плюгай, генхаймер. А-а-а! Вот вам совет, никогда не заводите себе злобного клона. Ну а пока на сегодня это все. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Я удаляюсь, чтобы собрать для вас еще больше интересных новостей и сменить все коды в лаборатории. Вы пока можете подписаться на канал и ударить в колокол, рассказать своим друзьям, ну а лайки и комменты, конечно же, приветствуются. С вами был Фликер, мобильный геймер. Всем пока!